Министерство образования и науки Якутии начинает работу по формированию целевого приема абитуриентов. Это касается учебных заведений, находящихся в Якутии, так и тех, которые находятся за пределами республики. Рассказывает Юрий Осипов. Ежегодно по целевой программе в центральные вузы поступает около 600 якутских абитуриентов. В этом году не планируют их увеличения. Что касается местных учебных заведений, то в Головном вузе республики СВФУ число целевиков ежегодно составляет более 300. В 2016 году у нас порядка 60 выпускников поступили на обучение по целевым направлениям. Подавляющее большинство целевых направлений это за пределы республики. Но практически все выпускники у нас заканчивают обучение, возвращаются и отрабатывают по заключенным договорам. Но это не всегда так. Из обучающихся по целевой программе студентов по заявленной специальности трудоустраиваются порядка 80%. Сегодня стоит вопрос о повышении эффективности целевого обучения. В 2013 году было принято постановление правительства, в рамках которого целевой прием и целевое обучение проводилось на основании двух договоров. Это договор о целевом приеме и договор о целевом обучении. Бывают случаи, когда студенты, поступившие на целевые места, впоследствии отказываются трудоустраиваться по заявленному договору. Сегодня нет действенных рычагов для урегулирования подобных ситуаций. В Министерстве образования России готовят изменения. В этом году предлагают ужесточить ответственность целевиков. Если эти реформы вступят в силу, то студентов, поступивших по целевой программе, обяжут по окончании учебного заведения отработать три года в организации заказчики. Ребята, по какой-то причине не закончившие учебу, должны будут вернуть в госбюджет средства, потраченные на их обучение. В среднем эта сумма составляет порядка 200 тысяч за год обучения. Целевикам, которые поедут учиться в рамках целевого договора, оказывают меры социальной поддержки. Во-первых, это оплата проезда один раз в год к месту обучения и обратно, дополнительная стипендия, это выплата материальной помощи по заявительной системе для наших целевиков, и также предусматривается возмещение расходов за проживание. Первый этап целевого приема традиционно начнется с Олимпиады. Она пройдет в марте во время школьных каникул и будет проводиться в четырех точках. К ним относятся Якутск, Сунтары и Намцы. Для арктических и северных луссов Олимпиада пройдет дистанционно. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.